Новости в эфире телеканала Дом, в студии Дарья Вершиленко. Добрый вечер. Немирное перемирие. После 42 дней тишины незаконное вооруженное формирование дважды нарушили режим прекращения огня. Вечером, близ Причепиловки, это Луганская область, от пули снайпера погиб украинский военный. Наши защитники в ответ открыли огонь. Еще один украинский воин был ранен в районе Красногоровки в Донецкой области. Также в штабе ООС сообщили о двух потерях. Сегодня утром нашли тела двух бойцов. Накануне вечером они попали в огненную ловушку в районе Верхнеторецкого. Спасаясь от пламени, оказались в так называемой серой зоне на минном поле противника. Украина не допустит срыва перемирия на Донбассе ни при каких обстоятельствах. Такое решение приняли на расширенном совещании руководства украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Срочную встречу назначили из-за угроз главаря самопровозглашенной республики ДНР уже завтра начать атаку на позиции украинских военных. Тему продолжит Юлия Крючкова. В зоне боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования в последнее время все чаще совершают провокации. Но это не должно стать основанием для срыва мирного процесса, уверен глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. «Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности. И нам важно, чтобы нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе». Накануне главарь самоправосглашенной республики в Донецкой области Денис Пушилин заявил, 7 сентября незаконные вооруженные формирования начнут обстрел позиций украинских военных около Горловки, так как Украина якобы построила новые укрепления около населенного пункта Шумы. Командование операции объединенных сил провело проверку и опровергло эти обвинения. «Это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и имеет политическую составляющую, цель которой является срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня». Не зафиксировало нарушений около населенного пункта Шумы и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. На основе анализа данных воздушного наблюдения за период с 21 декабря 2019 года по 2 сентября 2020 года «В районе населенного пункта Шумы выявлено 25-метровое продление траншей на существующих позициях вооруженных сил Украины. Видно на снимках еще до 5 июля 2020 года. Начиная с 5 июля 2020 года изменений в данном районе зафиксировано не было». Эксперты говорят, незаконное вооруженное формирование лишь пытаются найти повод для нападения. «Можливая провокация не только поближе Шумы, но и, соответственно, поближе города Счастья. Боевики, скорее всего, обвиняют в взрыве договоренностей украинскую сторону». Военный эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что Россия таким образом хочет надавить на Украину перед встречей нормандской четверки. «Училинг – это только игрушка, марионетка в руках Кремля. Идет протиск Российской Федерации на Украину с методом обеспечить выполнение нормандских договоренностей. Это в первую очередь властная имплементация формули Штенмайера, проведение выборов на оккупованных территориях и, соответственно, надение особого статуса так называемым ЛНР и ДНР». Командование Операции Объединенных Сил заявляет, если незаконные вооруженные формирования пойдут в атаку, «Украинские военные имеют право на ответные действия». Юлия Кричкова, Киев, «Твой дом». Слышны были взрывы и в Днепре. 35-летний мужчина в нетрезвом состоянии бросил гранату в сторону жилого дома. В итоге пострадали два человека. Полиция уже задержала злоумышленника. Следователи открыли уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство». За отравление Алексея Навального международные санкции Германии грозит России заблокировать строительство «Северного потока-2». Как отреагировали в Кремле, расскажут мои коллеги. Германия грозит России санкциями за отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Если Кремль и дальше будет это отрицать, под угрозой срыва может оказаться строительство газопровода «Северный поток-2». «Мы возлагаем большие надежды на то, что российское правительство раскроет это серьёзное преступление. Если правительство не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах подкрепить это фактами». Немецкого коллегу поддержали также главы МИД Франции и Великобритании. Настаивают, Россия должна признать свою причастность к отравлению Навального. «Русские очень хорошо знают, какие санкции у нас есть. Сегодня они должны сказать нам правду о Навальном, чтобы мы могли действовать соответствующим образом. Когда я говорю «скоро», это значит «через неделю». В случае, если в отравлении оппозиционера всё же обнаружат российский след, виновным придётся отвечать за содеянное перед Международной Организацией по запрещению химического оружия. «Мы будем работать с Организацией по запрещению химического оружия, у которой есть полномочия расследовать и давить на Россию для получения некоторых ответов на этот вопрос. Россия, конечно же, является участником Конвенции о запрещении химического оружия, имеет целый ряд обязательств не только никогда не применять химическое оружие, что отвратительно». Кремль традиционно отрицает свою причастность к отравлению Навального и обвиняет Берлин в якобы торможении расследования. «Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Её очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только изучает запрос, а решение о подобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами. Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» Российскому оппозиционному политику Алексею Набальному стало плохо 20 августа на борту пассажирского самолёта, который экстренно приземлился в Омске. Спустя два дня политика транспортировали экстренным бортом в немецкую клинику Шарите, где ему поставили диагноз «отравление». Германия подтвердила действия яда класса «новичок». Именно им Кремль отравил бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери два года назад. Инна Дученко, Николай Старков, Телеканал «Дом». Сегодня без антирекорда, но все еще больше 2000 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных украинцев стремительно приближается к 136 тысячам. Абсолютными антилидерами по количеству заразившихся остаются столица и Львовская область по 15 тысяч случаев. В результате пренебрежения украинцами правил карантина в 17 областях и столице нашей страны за последние две недели количество инфицированных на 100 тысяч населения превысило допустимый максимум в 40 человек. Еще одна смерть от COVID-19 в Донецкой области. По данным председателя облгосадміністрации Павла Кириленко, от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией скончался 74-летний мариуполец. Растет и количество заболевших. Сегодня диагноз подтвердили еще у пятерых дончан, в их числе и один медик. А вот на временно неподконтрольных территориях Донбасса 22 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Шесть из них зафиксировали на неподконтрольной территории Луганской области. Всего же за время пандемии, если верить данным самопровозглашенных властей, почти три с половиной тысячи человек заразились COVID-19. Однако, по данным украинской разведки, число заболевших в Ордло может в разы превышать официальные данные. Концерт на мосту и опера под открытым небом. Фестиваль современного искусства «Гогольфест» в этом году прошел в Херсоне в необычном формате из-за карантина. На самых интересных событиях побывала Енина Лебедева. Сцена прямо на мосту Херсонского гидропарка. Чтобы послушать всемирно известную группу «Даха Браха», зрители добираются сюда на яхтах, теплоходах и даже на лодках. Увидеть шоу можно только с воды. Такого, рассказывает режиссер, в Украине еще не делал никто. Еще одна изюминка «Гогольфеста» – концерт современной оперы под открытым небом. Зрители расположились возле Херсонского драмтеатра и наслаждались не только классикой, звучащей с балконов, но и фантастическим световым шоу. Зрителям фестиваля показали музыкальный документальный спектакль «Мейкап» реальной истории из жизни актрис. Один из перформансов провели в ангаре бывшего завода. Во время спектакля актеры исследовали пространство телами. Задача была сделать для зрителя такую экскурсию, но не форматную экскурсию, как вот посмотрите направо, посмотрите налево, а просто провести такой маршрут своими телами, своим взаимодействием через эти наши творческие ангары. Артисты во время «Гогольфеста» освоили самые неожиданные для них локации. Для нас «Гогольфест» – это очень классный повод собраться вместе и показать себя еще раз Украине. Это вот этот культурный обмен, эта миссия через культуру склеивать Украину, она мне очень близка. Это 14-е «Гогольфест». Осенью фестиваль состоится в Фастове, Днепре и еще в одном городе. Его названия организаторы пока не разглашают. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсон «Твой дом». В столице тем временем два десятка самых сильных украинцев сражались за звание лучшего стронгмена. Как справлялись с огромными бревнами и тракторными колесами украинские богатыри, видели мои коллеги. Огромные бревна, мешки весом под 100 килограмм и тракторные шины. В столице лучшие украинские стронгмены соревновались за звание самого сильного человека в стране. В прошлом году этот титул завоевал Юрий Агановский. Но на этот раз он решил не принимать участие из-за профессиональной травмы. Были соревнования, были амбиции, установил рекорд Украины в праве «Супер-Йок». И, наконец, это закончилось травмой, после чего нужно восстановиться и полчаса пределить время своему здоровью. Так, стронгмен – это небезопасный вид спорта, но в любом случае он закаливает характер, он помогает развивать силу воли, выдержку. И, благо, что на майданчиках федерации всегда все безопасно, потому что есть квалифицированные медики, которые дают первую медичную помощь и при потребе отвезут в лекарь. Около двух десятков спортсменов состязались в пяти дисциплинах. Обычно самого сильного украинца определяют уже к началу сентября, говорит заслуженный мастер спорта Украины Василий Веростюк. Но не в этом году. Чемпионат пришлось отложить из-за пандемии. То дозволяют, то есть небезопасность, что поставят заборону, как это уже было. И это всегда тяжело и самим организаторам, и самим спортсменам, потому что спортсмены готовятся, тренируются, подводят свою спортивную форму до какой-то конкретной даты. Неможливо спортсменам всегда быть в хорошей физической форме. И это их сбивает, даже не скажу трешечки, а достаточно сильно сбивает при подготовке к сезону. За выполнение заданий каждый из атлетов набирает очки, которые суммируются на финальном этапе. Это квалификационные соревнования, где спортсмены набирают соответствующие рейтинговые бали. В городе Хуст Закарпаття планируются финальные соревнования. Первая лига и высшая лига – это турнир названия «Найсильнейший людина Украины», и мы будем вызначать «Богатаря року». Имя чемпиона по «Стронгмену-2020» станет известно 26 сентября. Артем Голуб, Дмитрий Борщ, Киев, твой дом. 3-0 в пользу испанцев. Состоянием на сейчас во втором туре Лиги наций сборная Украины проигрывает. Сини-желтых в Мадриде ожидал тяжелый старт. Уже на второй минуте испанцы забили первый гол. Матч, однако, еще не закончился. Хоть небольшие, но шансы есть, будем верить. Спасибо, что смотрите телеканал «Дом есть в Ютюбе», «Фейсбуке», «Инстаграме». Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Доброй ночи вам! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!